Вальтер Шелленберг Вальтер Фридрих Шелленберг, начальник внешней разведки и службы безопасности СД, 6-й отдел РСХА, Бригаденфюрер СС, член НСДАП с 1933 года. Личные качества По общей оценке, подлый человек, без понятия о верности и правила приличии, доверять ему нельзя ни в коем случае. Виртуозный актер, умеет использовать свое обаяние, и когда пускает во вход, то создается совершенно правдоподобная иллюзия, будто говоришь с приятным, безобидным и довольно оригинальным молодым человеком. Он глубоко заглядывает в глаза собеседнику, словно пытаясь убедить его «Посмотри, я говорю с тобой искренне, от всего сердца». На самом же деле, Шелленберг, хладнокровный, всегда расчетливый реалист, ничего не оставляет на волю случая, находясь в невыгодной ситуации, умеет создать нужное ему впечатление. Шелленберг знает, чего хочет и как этого достичь. Если надо, пойдет под трупом. Для него нет слова «дружба» и «верность», не имеет значения. Не ждет он от этого и других. При всех своих разнообразных талантах и наглой самоуверенности, Шелленберг страдает комплексом неполноценности в тяжелой форме. Вторая мировая война В сентябре 1939 года в ходе польской кампании Шелленберг служил офицером для поручений при Риксфюрере СС. С 1 ноября 1939 года по 1 июля 1941 года в звании штурмбанкфюрера СС и правительственного советника возглавлял отдел Е, контрразведка, в 4 управлении РСХА Гестапо. Ее непосредственным начальником был Мюллер, с которым у Шелленберга отношения не сложились. Осенью 1939 года Шелленберг провел операцию, получившую впоследствии название «Инцидент Венгла» по вскрытию методов работы секретных служб в Великобритании и взаимодействия со спецслужбами Нидерландов связей с оппозицией в Германии. За успешное проведение операции Гитлер лично наградил Шелленберга железным крестом первой степени и пригласил на званный ужин в рейс-канцелярию. 2 июля 1941 года Шелленберг был переведен в 6 управление РСХА Внешняя разведка и занял пост заместителя начальника управления, фактически возглавив работу управления. 24 февраля 1943 года утвержден в должности начальника 6 отдела управления. С осени 1941 года Шелленберг участвовал в разработке планов заключения сепаратного мира с западными союзниками. Ему было известно о контактах американского банкира Сталфорда. Президент Рузвель был готов протянуть руку немцам при условии фактического устранения Гитлера. В августе 1942 года Шелленберг сообщил о планах Гиммлеру. Тот сначала рассердился, но потом успокоившись поручил Шелленбергу продолжить работу в данном направлении. Получив добро от Гиммлера, Шелленберг начал через посредников налаживать контакты с американской стороной, а также разрабатывать способы устранения Риббентропа. Наиболее успешным посредником Шелленберга стал принц Макс Эгган Гогенлое, который сам искал пути к сепаратному миру. В ноябре 1942 года Гогенлое удалось установить контакт с руководителем американских секретных служб в Европе Аленом Далесом. Шелленберг также организовал интригу против министра иностранных дел Риббентропа. Ему удалось создать в министерство группировку во главе со стас-секретарем бригаденфюрлером Лютером. Однако из-за нерешительности Гиммлера время было упущено. Риббентроп узнал о существовании группировки. Ее члены, включая Лютера, были арестованы и отправлены в концлагерь. Переговоры с Далесом провалились из-за сопротивления британской стороны. Тогда Шелленберг расширил круг потенциальных переговорщиков, начав искать контакты с представителями нейтральных стран. Шелленберг принимал активное участие в ликвидации советской разведывательной сети «Красная тройка» части Красной капеллы на территории Швейцарии, которой руководил Шандер Радо. Шелленбергу удалось наладить контакты с начальником швейцарской секретной службы, бригадным полковником Роже Массоном. Германия поставляла швейцарской полиции пеленгаторы ближнего действия. Однако шел 1943 год, а швейцарцы не спешили выполнять свои обещания по ликвидации Красной капеллы. Чтобы припугнуть нейтралов, был издан бумажный приказ о переброске в Швейцарию горно-стрелкового корпуса под командованием генерала Дитля. На самом же деле границам Швейцарии была на время перемещена только часть штаба генерала Дитля и проведена имитация передвижения воинских соединений к границам. Только после этого швейцарская полиция вынуждена была принять активные действия, и Красная Тройка к концу 1943 года фактически перестала существовать. В феврале 1944 года Абвер был расформирован и часть его подразделений 1 августа 1944 года перешла под контроль Шиленберга в составе военного управления РСХ. В конце войны, когда крах нацистской Германии стал неизбежным, по заданию Гиммлера Шиленберг вступил в контакт с западными организациями. После самоубийства Гитлера Шиленберг прикрыл вместе с Гиммлером во Френсбург, где находили новое правительство во главе с Гросс-адмиралом Карлом Дёницем. После войны 3 мая 1945 года Шиленберг прибыл в Копенгаген для ведения переговоров о мире при посредничестве графа Бернадотта. 6 мая вылетел в Стокгольм, имея официальные полномочия на заключение перемирия в Скандинавии. Однако английское командование отклонило посредничество шведского Красного Креста и последняя миссия Шиленберга провалировалась. После капитуляции Германии Шиленберг некоторое время жил на вилле Бернадотта в Швеции. Однако уже в июне 1945 года союзное командование добилось его выдачи как военного преступника. В качестве обвиняемого привлечен к суду Международного военного трибунала в Нюрнберге. В ходе судебного разбирательства с него были сняты все обвинения, кроме членства в преступных организациях. 11 апреля 1949 года приговорен к 6 годам тюремного заключения. В декабре 1950 года по состоянию здоровья досрочно освобожден. Жил в Швейцарии, а затем был вынужден переехать в Италию. К концу жизни тяжело болел. Умер в возрасте 42 лет в Турине. Продолжение следует...